Приветствую вас! Вы задаёте, на мой взгляд, довольно странный вопрос, в котором есть моменты, ну, совершенно непонятные, но которые, тем не менее, важны для того, чтобы лучше понимать, что с вами происходит и вследствие чего у вас образовалась вот такая вот ситуация, такая вот проблема, такой внутренний конфликт, да, и так далее. Итак, начинаете вы с того, что, значит, пишите, что вы сильно болеете, вот, у вас, соответственно, депрессия, вот, что говорите вы, то есть, по сути, вы пишите, что я сильно болею, у меня депрессия, вот. Во-первых, чем болеете, то есть, именно вот болезнь ваша, она какая, в чём проявляется ваша болезнь, понимаете? Есть ли у вас диагноз депрессия? Потому что депрессия это тоже болезнь и, в общем-то, её, то бишь, депрессию нужно диагностировать, вот, чтобы назначить вам лечение соответствующее, вот. Если вы этого не сделали, если вы не диагностировали у себя депрессию, то, соответственно, нельзя и говорить о том, что она у вас есть эта самая депрессия, потому что, ну, может быть, у вас что-то другое, не депрессия, не депрессия, вот. Хотя я ещё раз повторяю, не исключаю этого факта, что депрессия может быть, но её нужно диагностировать, то есть, откуда вы взяли, что у вас депрессия, непонятно. И чем болеет им, тоже непонятно, вот. Дальше. Вы пишите, что, вы пишите, что этим летом был у родственников, всем помогал, чем мог. Знаете, ну, лето уже вроде как прошло, да, то есть, уже октябрь, вот. Вы были у родственников и помогали, значит, всем могли. Хорошо. Но если вы были у родственников и помогали, чем могли, то как это увязывается у вас с тем, что вы страдаете депрессией? То есть, не вы помогать должны в этом случае, а вам, по идее. Тем более, что вы говорите, что у вас сильная депрессия. При сильной депрессии назначаются препараты, назначается психотерапия, понимаете? Какая история. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь у вас тоже есть какая-то неувязка. То есть, вот, вы говорите, что у вас сильная депрессия, но при том, что она у вас сильная, вы зачем-то ездили помогать своим родственникам в деревню. Тогда как для вас это, ну, совершенно очевидно, негативный момент, тяжелый момент, неприятный момент, раздражающий момент, потому что родственники, они, видимо, не понимают вас в большей степени. Так, помогал, чем мог, но при этом курил. Причем курил так, чтобы никто не видел, так как стыдно, я не курильщик сам по себе. Понимаете, здесь у вас есть, опять же, противоречие. То есть, вы курите. С какой целью вы курите? Зачем вы курите? Значит, это первый момент. Для чего вы курите? Особенно, если вы не курильщик. То есть, что вам это дает? То, что вы курите, да? По определению, человек курит, потому что ему не хватает любви. Вы чувствуете недолюбленность. Вы чувствуете бодренность в понимании, в каких-то позитивных проявлениях по отношению к вам. Ну вот, если смотреть на эту ситуацию, вот, с точки зрения психологии, да, почему человек курит. Далее, вы следите с этого. То есть, как бы, внутри себя вы запрещаете себе курить, вы запрещаете себе хотеть любви, внимания, тепла, заботы, ласки и так далее. Вы запрещаете себе всего этого хотеть. Опять же, возникает вопрос. В результате чего появился такой запрет? Ибо запрет, в общем, довольно серьезный. Ну, запрет очень серьезный, на самом деле. У вас стоит на получение любви. Вот. На мой взгляд, это также подлежит разбор. То есть, я вам здесь рекомендую постараться увидеть то, почему вы курите. То есть, вы либо хотите курить, либо нет. Вам либо хочется это делать, вам нравится это делать, либо нет. Потому что иначе вы так и будете себя всегда вот так вот ругать, стыдить, ну и так далее и так далее. Дальше, значит, вы говорите, я не курильщик сам по себе. Опять же, здесь противоречие. Я курю, но я не курильщик. Дед это заметил. Дед заметил. А он человек старая закалка, сам не курит. И что? Ну и депрессия меня длится уже несколько лет, и он в один прекрасный момент просто сказал мне там и так дальше. Во-первых, заметил дед, что вы курите. И что из этого? Ну заметил и заметил. Что дальше? То, что дед не курит, это его право. То, что вы курите, это ваше право. То есть, вот, вы понимаете, здесь как-то не совсем понятен данный момент. То есть, ну понятно, что дед заметил, потому что он не мог не заметить. Он не мог не заметить. Нет. Вообще, кто-либо, кто-либо мог заметить то, что вы курите. Вот правда. Кто-либо, кто угодно мог это сделать. Вот. И соответственно, вряд ли вы могли это предотвратить. Вот. Дальше. Дед, дед старой закалки, он не курит. И что дальше? То есть, как бы понимаете, да, это его право не курить. А ваше право курить на самом деле. Ну, если вы хотите, конечно. Вот. Понимаете? Дальше. Как вы связываете то, что вы курите и депрессия несколько лет? Вы депрессию курением лечите? Так. Дед просто сказал мне, поставлю тебя туда, где я стоял, и застрелю. Ну, либо он говорил, что это несерьезно, либо это хамство. Бредом сказал, что я сам должен предлагать ему свою помощь по хозяйству, а не он говорить. И после этого сказал помочь мне перенести опилки. Я это сделал, но почувствовал, будто меня прогнули. Так и есть. Так и есть прогнули. И просто взял и ушёл к сестре бабочке, пока не уехал. Сейчас чувствует злость, будто в груди вмятина, которая не дает покоя, что с этим делать не знаю. Ну, вообще, конечно, способов есть несколько, которые можно использовать для того, чтобы вам помочь. В первую очередь этот способ когнитивный, то есть постараться понять, почему дед так поступил. Постараться понять, какие цели он преследовал дед. Вот. И чего он, собственно говоря, хотел. То есть если вы своего деда знаете, ну хорошо, если вы знаете, что он за человек, какой он человек, то в этом случае вам нужно просто увидеть смысл того, что он пытался вам донести на самом деле. А вот форма, форма, в которой он это сказал, вас задела. И причины, по которой вас эта форма задела, это то, что относится лично к вам. То есть это не относится к деду, к вашей депрессии, хотя, конечно, она может влиять на развитие подобных процессов. Нет, вас задела форма, значит, потому что, по сути, вы же сами себя стыдили, вы стыдили себя за то, что курите. А дед, по сути, так сказать, материализовал, да, сделал реальным вот это обвинение, которое, ну, которое вы получили. Вот. Просто-напросто сделал реальным это обвинение. Вот. И всё. По факту. И... Вы, с одной стороны, чувствуете и знаете, понимаете, что... Вы не правы, потому что вы сами себя курите. По поводу того, правы вы или нет, я об этом всё говорил. С другой стороны, вы чувствуете, что дед не вправе был так с вами обращаться. И именно поэтому речь идёт о вмятии. В данном случае речь идёт о том, что... Человек нарушил ваши личные границы. Вы никак не защитили их личные границы. И, плюс ко всему, в глубине души понимаете, что дед прав. То есть, для вас сейчас дед прав. Потому что вы сами себе тоже говорили. То же самое. То есть, здесь можно убрать форму, оставить смысл. И сопоставить смысл того, что сказал дед с вашим смыслом. Если вы говорите, что вы не курильщик, но вы курите, это как-то, мягко говоря, странно. И, в любом случае, это вызывает кризис. То есть, вы испытываете кризис. И если вы испытываете кризис, то вот дед просто перевесил чашу весов в сторону, ну, вот, одной из сторон, скажем так. Вот, по сути, и все дела. По сути, вся история. Ну, вот. Значит, можно использовать ретроспективу для того, чтобы прожить еще раз этот эпизод и поступить в этом эпизоде по-другому. То есть, прожить своего рода, знаете, такую альтернативу, альтернативное развитие, если угодно. Прожить. Это вам поможет. Это вам поможет. Это вам поможет. Что сделать? Ну, во-первых, это вам поможет освободиться от того гнета, который вы чувствуете. Это вам поможет нивелировать фрустрацию, которую вы сейчас испытываете. Ну, вот. И это вам поможет увидеть более, так сказать, соответствующую вам стратегию поведения в таких ситуациях. И вместе с этим вы увидите блок, который стоит на пути к такому поведению. То есть, то, что дед не гонит, это его брало. Но он не вправе вам указывать, что делать. Он не вправе вам указывать, как себя вести. Потому что вы взрослые, и вы помогаете родственникам. С другой стороны, неплохо было бы узнать, почему вы помогаете родственникам. Зачем вы это делаете. Для чего вы это делаете. С какой целью. Вот. Ну, просто потому, что это важно. Если вы помогаете им для того, чтобы купировать депрессию, это не поможет. Если вы помогаете им, чтобы лучше выглядеть в глазах, это тоже не поможет. Вот. Если вы помогаете для себя, это тоже, в принципе, не поможет. Вот. Помогать нужно чисто для них. Вообще, помогать кому-либо нужно чисто для того, кому вы помогаете. А не для себя. Значит, это не помощь уже, а работа. Наемная работа. Но за эту наемную работу вы ничего не получаете. Никакой оплаты. Понимаете? Нет. А если оплата вам нужна, то вы, соответственно, ожидаете. Ожидание не обрадуется. Возникает разочарование и вследствие этого пониженное настроение. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, на ваш. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам Blaze. Поехали. Продолжение следует...